Дарья Орлова ученица школы. Обычная жизнь среднестатистического подростка не для нее. Кроме учебы в школе, Даша занимается спортом и волонтерством. Она, так же как и другие ее коллеги по добровольчеству, с замиранием сердца ждет объявления итогов конкурса «Волонтер года 2017». Даша вошла в число 20 финалистов. Занимаюсь уже этим почти год. За это время я успела поработать на очень многих локациях. Занималась спортивными мероприятиями, в ДВФУ ездила, помогала. Потом на 9 мая тоже, на День памяти. За время, проведенное в качестве волонтера, Даша завела новых друзей и получила много опыта. На вопрос, куда бы хотела поехать в качестве волонтера, отвечает честно. Хочу попасть, конечно, на Олимпиаду, но до этого мне надо дорасти, так как я еще маленькая. Уникальность волонтерства в том, что здесь не существует возрастного ограничения. Волонтером может стать абсолютно любой желающий. Есть разного возраста волонтеры. Те волонтеры, кто уже находится в таком зрелом сознательном возрасте, у нас есть такое понятие, как серебряный волонтер. Это волонтеры, которые старше возраста 45 лет. Но на сегодняшний день, я могу сказать, что сегодня среди финалистов у нас есть волонтер семилетний. Экспертный совет городского конкурса «Волонтер года-2017» определил имена победителей и призеров в следующих номинациях. Лидер волонтерского проекта, самый опытный волонтер, признание экспертного совета, личный вклад в добровольчество, за вклад в социальное добровольчество, ударник волонтерского труда и самая главная номинация «Гран-при». Причем эксперты добавили три дополнительных номинации – «Самый юный волонтер», «Волонтеры за здоровый образ жизни» и «Волонтерский дебют года». Выбор было сделать тяжело, признаются организаторы. Для нас каждый из этих ребят, он лучший, потому что они сочетают в себе, наверное, самые лучшие человеческие качества. Самое волнительное и долгожданное объявление победителя в номинации «Гран-при». Зрители затаили дыхание, финалисты не скрывают волнения. Руслан Хамида! Честно, я не ожидал сначала, что я выиграю. У меня были небольшие догадки, но это неописуемый восторг, что меня назвали. Было очень полнительный момент, когда была минута, когда была минутная пауза, когда сердце начало колотиться еще сильнее, и наконец-таки меня вызывают, и все, и шквал эмоций. Руслан Хамидов получит бесплатную путевку в детский центр «Океан», а победители в каждой номинации – памятные призы от организаторов. Также все участники были отмечены благодарственными письмами. Дмитрий Беломеснов, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. Руслан Хамидов, Дмитрий Беломесов. Новости на восьмом. Новости на восьмом.